Наталья Цопина Сегодня перспективы развития госэкзамена обсуждают в Новосибирске. От глобальных перемен отказались, но некоторые новшества будут. Уже появилась устная часть в экзамене по иностранному, сочинение по литературе. В этом году облекать мысли в художественную форму придется и на истории. Задания вот такого открытого характера, они становятся нормой в едином государственном экзамене. Если говорить о новации 2016 года, то в ЕГЭ по истории больше нет заданий в тестовой форме с выбором варианта ответа. Все задания предполагают либо краткий ответ, либо развернутый ответ ученика. А так называемые угадайки уходят и в других предметах. В этом году уже не будет тестовых заданий по географии, истории, обществознанию и информатике. В качестве эксперимента московские школьники сдадут базовые ЕГЭ по математике уже после 10 класса. Результаты проанализируют, и тогда станет понятно, надо ли это начинание распространять дальше. Нормой становится печать контрольно-измерительных материалов непосредственно в аудиториях пунктов проведения экзаменов. В Министерстве образования уверены, это повысит безопасность, исключит утечку информации. И тогда можно будет с уверенностью говорить, видны реальные знания выпускников. Ребята, которые сдают ЕГЭ хорошо, они свои знания подтверждают во время учебы. Ну и, соответственно, те, у кого уровень пониже, им сложнее учиться в ВУЗе, поэтому многие ВУЗы проводят дополнительные занятия. Особенно это касается таких предметов, как физика, математика. Техническая подготовка, конечно, у ребят чуть ниже, чем гуманитарные предметы. Сейчас в стране очень востребованы инженеры, потому в планах изменить порядок поступления в высшие учебные заведения. Изменив предмет общества знания на целый ряд специальностей, поменяв его на такие предметы, как физика, информатика, тем самым повысится мотивация выпускников на сдачу этих экзаменов. Сегодня специалисты подчеркивают, ЕГЭ – это последний этап. Важно понять, что происходит с качеством образования на всех уровнях в школе, с начального звена, и начать серьезную переподготовку учителей. Наталья Цойпина, Александр Егоров, Новость ОТС.